Тихон Зитко Как минимум три человека погибли, нападавший убит в Лондоне. Теракт. Все подробности и первая фотография террориста в репортаже с места событий. Первая наземная операция Дональда Трампа в окрестностях так называемой столицы террористов из исламского государства высадились американские пехотинцы. Россия не будет представлена на конкурсе Евровидения. Украина отказалась пускать в страну певицу Юлию Самойлову. В Москве это назвали русофобской паранолией. Человек Москвы в окружении Трампа, бывший глава предвыборного штаба американского президента, как выяснилось, в нулевых продвигал интересы Кремля. Итак, главная новость дня. Теракт в Лондоне. Три человека погибли. Злоумышленник убит полицией. Не менее 20 человек ранены. Причем некоторые серьезно. Таковы последние данные из столицы Великобритании, где сегодня было совершено нападение неподалеку от парламента Соединенного Королевства. Автомобиль сбил несколько человек на Вестминстерском мосту. В числе пострадавших ученики средней школы из Франции, которые попали под колеса автомобиля террориста. По словам очевидцев, после удара один из школьников оказался на капоте машины. После этого некий мужчина, предположительно водитель, совершившего наезд автомобиля, напал и убил полицейского, но вскоре был застрелен другим стражем порядка. Лондон перешел на осадное положение. В городе усилены меры безопасности. Скотланд-Ярд уже распространил фотографию террориста. Одним из первых с ней ознакомился мой коллега, корреспондент Артевяй в Великобритании Евгений Ксензенко, который сейчас находится на месте событий. Женя, ждем подробностей. Парламент по-прежнему отцеплен. Это Виктория-стрит, улица, ведущая к парламенту. Вот уже несколько часов полицейский кордон не пропускает сюда никого и, кроме того, не выпускает. В самом парламенте сейчас находятся депутаты. Эвакуировали из здания парламента Терезию Мэй. Она находилась во время теракта на заседании в палате общин. Каждую среду премьера-министра Великобритании приезжает сюда, чтобы ответить на вопросы оппозиции, а также других депутатов. В позиции я имею в виду либористскую партию. Что известно о произошедшем? Пока это лишь фрагментарная картина полностью. Видимо, информация появится на следующий день или, может быть, сегодня вечером. Так вот, в 2 часа 40 минут примерно по лондонскому времени злоумышленник на машине протаранил туристов на парламентском мосту. Напомню, что это самый центр Лондона. В любое время здесь всегда много людей, туристы, прохожие. Рядом находятся. Да, у них стригит парламент, кольцо по зрению Лондона и другие аттракционы Лондона. Я сидел в это время в кафе неподалеку. И тут внезапно выстрел за выстрелом, громко. Хотя в тот момент я не сразу понял, что это стрельба. Подумал, может, или туристы, или фейерверк там. Потом смотрю, все бегут, думаю, чего бегут. Я попытался ближе подойти, и тут я увидел. Машина врезалась в стену парламента. После того, как злоумышленник протаранил людей, он выбежал из машины и побежал в сторону парламента. По одной информации, ему удалось пробраться. Вот машины сейчас выезжают из парламентской площади и в парламентскую площадь. Никого больше сюда не пускают. Так вот, злоумышленник протаранил туристов, затем побежал в сторону парламента, напал на полицейского с ножом, побежал и напал на второго полицейского, но нападение не удалось, полицейский его застрелил. Мы просим публику избегать посещения парламентской площади, Весьминстерского моста и улицы Виктория, станции метро в центре города. Мы просим дать полиции работать спокойно. Расследованием инцидента занимается отдел контртерроризма. Всех, у кого есть фотографии или видео с места теракта, мы просим передать их в полицию. Наш приоритет — это безопасность граждан. В этой связи по всему городу будут выставлены дополнительные наряды полиции. Пока мы не можем с уверенностью сказать, что инцидент исчерпан. Наша задача — обеспечить безопасность Лондона, и мы работаем над этим. Депутаты в парламенте говорят, что слышали как минимум три выстрела. Еще одна машина полиции здесь, на месте происшествия работы, кроме полицейских, саперы. Примерно час на это они отправились в сторону парламентской площади, но пока никакой информации о бомбе или подозрениях на заложенное взрывное устройство не поступало. Злоумышленника обезвредили. Затем сюда, на парламентскую площадь, на парламентский мост, направили десятки машин скорой помощи, десятки машин полиции. Вот сейчас проедет еще одна машина скорой помощи. Пока полицейские, видимо, проверяют или рекомендуют, куда можно проехать дальше. К сожалению, теракт произошел буквально по сценарию другого теракта, случившегося в Лондоне четыре года назад. Напомню, что тогда в Южном Вуличе злоумышленники на машине сбили военнослужащего Ли Ригби. Затем с помощью тесака ножа зарезали его. Так вот, пока складывается такое ощущение, что произошло нечто подобное. Только злоумышленник был один или, по крайней мере, он один напал на полицейского. Были ли у него сообщники, эта информация еще неизвестна. Терезу Мэй, британского премьер-министра, тут же, как я говорил, эвакуировали из парламента. Сейчас она уже находится на Даунинг-стрит и готовится к экстренной встрече под названием «Кобра». Все главы спецслужб, а также других служб, отвечающих за безопасность в стране, соберутся на наседание и обсудят, что делать дальше. Пока же протепление не снято и число пострадавших от сегодняшнего теракта, а это именно теракт, так предошедшее назвали в Скотланд-Ярде, уточняется. Евгений Сензенко, специально для RTVI, Лондон, Великобритания. Официальные лица в Соединенных Штатах приносят соболезнования. Народу Великобритании со специальными заявлениями выступили конгрессмены и госдепартамент. Президент США Дональд Трамп назвал теракт в британской столице «большой новостью». А его пресс-секретарь Шон Спайсер пообещал, что Вашингтон окажет Лондону всю необходимую помощь. Президенту доложили о ситуации в Лондоне. Он только что разговаривал с премьер-министром Мэй, и в скором времени мы обнародуем подробности этого телефонного разговора. Естественно, мы осуждаем сегодняшнюю атаку, которая Великобритания признала террористическим актом. И мы восхищены быстрой реакцией британской полиции на это нападение. Наши мысли и молитвы – жертвами. Лондон и правительство Ее Величества могут рассчитывать на полную поддержку американских властей в реакции на этот теракт и привлечение к ответственности виновных. Теракт в Лондоне совпал с годовщиной атак в Брюсселе. В столице Бельгии сегодня вспоминали жертв двойной атаки, которая произошла 22 марта 2016 года в международном аэропорту Завентом и на станции метро Мальбек. В церемонии приняли участие король Бельгии Филипп и королева Матильда, присутствующие почтили память погибших, минуты молчания. В районе станции Мальбек была организована акция «Минута шума». Ровно в 9 часов 30 минут поезда, автобусы и трамваи остановились и дали несколько гудков. Идея акции – показать, что бельгийцы не боятся террористических атак. Напомню, теракты в Брюсселе унесли жизни 16 человек. К другим новостям. В этом США начинают новый этап борьбы с ИГИЛ. Сегодня американские пехотинцы высадились в окрестностях сирийского города Ракка, так называемой столицы запрещенного в ряде стран исламского государства. Сообщается, что американским военным удалось блокировать дорогу, которая связывает столицу ИГИЛ с провинцией Алеппо. Сегодня же появилась информация о том, что в результате обстрела школы в городе Аль-Мансура на западе провинции Ракка погибли 33 человека. При этом американское командование заявило, что не располагает информации о причастности ВВС США к этому обстрелу. Ситуацию в Сирии в четверг будут обсуждать в Женеве, где должен состояться очередной раунд мирных переговоров между официальным Дамаском и представителями оппозиции. Встреча пройдет под патронажем спецпосланника Агенции ООН по Сирии Стефана Демистуры. Добавлю, что сегодня он встречался в Москве с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Обсуждалась борьба с терроризмом в регионе, а также проведение выборов в Сирии и проект новой сирийской конституции. Сирийский кризис и победа над ИГИЛ – главная тема конференции стран-участниц международной коалиции по борьбе с исламским государством. На встрече в Вашингтоне госсекретарь США Рекс Тилерсон заявил, что Америка не в силах победить ИГИЛ без финансовой и прочей поддержки союзников. Вот как для РТВА прокомментировал новую стратегию Белого дома в борьбе с исламским государством представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер. У этой стратегии, конечно, это состоит из пяти направлений. Первое направление – это представление военной поддержки нашим партнерам в регионе. Второе – это прекращение финансирования ИГИЛ. Третье направление – это противодействие пропаганде. И четвертое – это прекращение передвижения боевиков, международных террористов, как мы называем по-английски «foreign fighters». И пятое направление – это стабилизация. То, что все, что мы делаем именно с объеженцами, чтобы действительно народ из всего региона может получить побольше процветания именно после военного поражения ИГИЛ. У меня нет новых подробностей насчет наземных операций. Но я могу сказать, что сегодня государственный секретарь Телесен сказал, что, как я уже сказал, мы будем укреплять наши операции именно на земле. Мы уже видели, что там есть побольше американских войск, которые работают еще раз плечом к плечу с нашими ирабскими партнерами. И тоже есть новый этап военных операций именно на земле в Сирии. Правительство Израиля на скамье подсудимых в Израиле. Иск против Кабмина еврейского государства подал уроженец сектора газа, врач по специальности, который утверждает, что в 2009 году по вине армии обороны Израиля он потерял троих детей. Представители Цахала заявляют, что дом из Одина Абулейша попал под удар, потому что был использован террористами Хамаса для ведения огня по израильским военным. При этом автор иска к израильскому правительству верит в мир между Израилем и палестинцами и даже готов отозвать исковое заявление. На каких условиях, выяснил корреспондент Артевиай на Ближнем Востоке Евгений Сава. Доктор Изадин Абулейш, палестинский врач-гинеколог, знаком многим израильтянам. 16 января 2009 года, в самый разгар военной операции «Литой свинец» в секторе газа, вся страна в прямом эфире 10-го телеканала наблюдала за страшной трагедией, случившейся в его семье. В результате прямого попадания двух снарядов в дом семьи Абулейш в лагере беженцев Джебалия в один момент погибли трое из восьми его детей. Крик о помощи доктора Изадина, к слову работавшего много лет в израильских больницах, стал одним из символов той войны. Спустя три дня, к первой инаугурации Барака Обамы в Белом доме, Израиль прекратил военные действия в секторе. Армейская проверка показала, что в доме семьи Абулейш могли находиться боеприпасы боевиков Хамаса. За гибель трех дочерей ответственности так никто и не взял. С какой целью вы сейчас приехали в Израиль? Я приехал специально, чтобы дать показания в суде по иску, который подал против правительства Израиля. На протяжении многих лет я прошу только одного – принести извинения передо мной и перед моей семьей за гибель трех моих дочерей в секторе Газа. Они ничего плохого в своей жизни не сделали. С декабря 2010-го Израильский суд рассматривает это непростое дело. За это время врач из Казы успел стать гражданином Канады. Его пятеро детей живут уже другой жизнью, хотя, как он сам говорит, навсегда останутся палестинцами. Когда я оформлял канадский загранпаспорт, меня спросили, что бы я хотел указать в графе «место рождения». Палестина, с точки зрения Канады, непризнанное государство. Записать Израиль – это будет неправильно. Поэтому я настоял, чтобы было написано «Джебалия» – лагерь беженцев, где я родился и где похоронены мои дочки. Сегодня из-за один почетный доктор 14 иностранных университетов. В памяти своих дочерях он основал благотворительный фонд, который оказывает помощь малоимущим школьникам и студентам. На прошлой неделе он даже побывал в Кнессете. Один из депутатов, отправящий партии, сумел собрать подписи 40 израильских парламентариев с призывом премьер-министру Бениамину Нитаньягу встретиться с Абулейшем и попросить прощения. Я по жизни оптимист. Я верю, что если ты чего-то хочешь добиться, то у тебя всё получится. Признаться в своих ошибках – это удел сильных. Израиль может себе это позволить. Мы должны извлечь уроки из этой ошибки и сделать так, чтобы наша жизнь стала лучшей. Мы должны стремиться к миру и признание собственных ошибок – одно из условий. Иначе проще всего сваливать вину на других. Но в израильском Минюсте настаивают. Расследование проведено, обстоятельства трагедии установлены, удар по дому врача был нанесен оправданно. Израильские военные, принимавшие участие в боевых действиях в районе города Джибалия в секторе Газа в январе 2009 года, столкнулись с ожесточённым сопротивлением террористических группировок. На протяжении нескольких дней по военнослужащим вёлся прицельный снайперский огонь. Использовались взрывные устройства. Проверка на местности показала, что для атак террористы использовали жилые здания, в том числе балкон дома семьи Абу-Алейш. Было принято решение нанести артиллерийский огонь по источнику угрозы. По словам командира батальона, по дому были выпущены два снаряда. Но окутавший строение плотный дым был результатом детонации других взрывчатых веществ, предположительно хранившихся в помещении. Изадин готов отозвать свой иск, если кто-то в правительстве Израиля решится принести извинения. Говорит, что это важно для мира между израильтянами и палестинцами. Но, кажется, в еврейском государстве возможность мира верят всё меньше. Евгений Сава, Владимир Плотки, RTVI, Израиль. Это новости на RTVI и далее в эфире. Россия не будет представлена на конкурсе Евровидения. Украина отказалась пустить в страну певицу Юлию Самойлову. В Москве это назвали русофобской паранойей. Человек Москвы в окружении Трампа, бывший глава предвыборного штаба американского президента, как выяснилось, в нулевых продвигал интересы Кремля. Всё это через минуту на RTVI. Не переключайтесь. Посмотрите RTVI в эфире новости. Менеджер президентской компании Дональда Трампа работал на российское правительство. Пол Манафорт, занимавший высокий пост в команде нынешнего президента США с марта по август прошлого года, по данным Associated Press, заработал порядка 30 миллионов долларов за разработку стратегии по продвижению интересов Кремля по всему миру. С подробностями Валерий Кипелов. Бывший менеджер избирательной компании Дональда Трампа, Пол Манафорт, имел гораздо более тесные связи с Россией, чем казалось. Согласно данным сенсационного расследования информагентства Associated Press, с 2006 по 2009 годы Манафорт работал на приближённого к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаску, активно продвигая интересы Кремля. В 2005 году Манафорт предложил Дерипаске секретный стратегический план, с помощью которого он, Манафорт, по его словам, планировал влиять на политику, бизнес-сделки и распространение новостей в США, Европе и на постсоветском пространстве с целью продвижения интересов путинского правительства. Уже в 2006-м Манафорт подписал с Дерипаской контракт на 10 миллионов долларов в год, действовавший в течение трёх лет. Ещё одна примечательная деталь упомянутой стратегии. Работа по подрыву антироссийских сил в бывших советских республиках. Тут на ум приходит и российское вторжение в Грузию в 2008-м, и действия Виктора Януковича, ещё одного щедрого работодателя Пола Манафорта. О том, что беглый украинский президент заплатил американскому политтехнологу почти 13 миллионов долларов, стало известно ещё летом. Тогда же Дональд Трамп от услуг главы своего штаба вынужденно отказался. Так вот, Янукович — это тот самый президент, который в 2014-м внезапно, но решительно отказался от ассоциации с ЕС. И в результате Украина вышла на Евромайдан. Сам Манафорт факт сотрудничества с Дерипаской не отрицает, но категорически отрицает какой-либо политический контекст своей деятельности в России. Между тем, другое информагентство, CBS, выяснило, что успешный политконсультант Манафорт является ни много ни мало одним из фигурантов нынешнего расследования ФБР. Федеральные исследователи пытаются выяснить, имели ли люди из ближайшего окружения, тогда ещё кандидатов президента и Дональда Трампа, секретные связи с российскими агентами влияния. В первую очередь, с особыми приближёнными к Путину, коим миллиардер Олег Дерипаска, несомненно, является. В пресс-службе президента тем временем молчат. Здесь лишь уточняют, что не дают комментариев по поводу человека, который на Белый дом не работает. Валерий Кипелов, телекомпания «РТВАЙ». Юлия Самойлова не поедет на конкурс «Евровидение» в Киев. Служба безопасности Украины всё-таки запретила въезд российской исполнительницы. По данным СБУ, певица в инвалидном кресле нарушила закон, а именно без разрешения украинских властей побывала в Крыму. Отказ во въезде Юлии Самойловой означает, что Россия на конкурсе представлена не будет. По правилам страна может лишь раз предложить своего участника. Все детали узнаем у корреспондента «РТВАЙ» в Киеве Арсена Цымбалюка. Он на прямой связи с нашей студией из украинской столицы. Арсен, приветствую. Тихон, приветствую. Решение службы безопасности запретить въезд Юлии Самойловой ни для кого в Киеве не стало сюрпризом. В понедельник глава ведомства Василий Грицак объявил, что приказ готов. Осталось лишь доработать и подписать документ. Обозреватели, тем не менее, прогнозировали, что это произойдет не раньше, чем через две недели. Ближе к самому конкурсу. И вот все-таки предпочли не тянуть. Свое решение в службе безопасности прокомментировали коротко и сухо. Решение было принято на основании данных о нарушении ею украинского законодательства. Закон один для всех. Дело в том, что Юлия Самойлова посещала Крым в обход украинского законодательства. Киев считает территорию полуострова временно оккупированной и требует, чтобы все желающие попасть в Крым получали специальное разрешение от украинской страны. Российские артисты, кажется, все они уже пели на полуострове, никакого разрешения, конечно же, не получали. По нашим данным, Европейский вещательный союз требовал от Киева допустить российскую участницу конкурсу. Евровидение мероприятий международное, и все должны иметь право в нем участвовать. Теперь, как ожидалось, организаторы недоумевают. Впрочем, отменять концерты в Киеве не планируют. Мы обязаны уважать законы страны хозяйки конкурса. Тем не менее, мы глубоко разочарованы принятым решением, которое, как мы считаем, противоречит как духу конкурса, так и понятию доступности для всех, которая лежит в основе его ценностей. Мы продолжим диалог с украинскими властями, чтобы все артисты могли выступить на 62-м песенном конкурсе Евровидения в Киеве в мае. Последствия у этого решения обязательно будут, только неясно, какие именно. Пока же подготовка к шоу идет своим чередом. Столичный мэр Виталий Кличко сегодня проинспектировал городскую инфраструктуру на предмет готовности принимать иностранных гостей. И остался вполне доволен. К маю все будет готово. Обозреватели считают, что запрет выступления девушки с инвалидностью пошел на пользу Москве. Кремль заполучил очередной козырь в игре с общественным мнением. Важно понимать, что большинство украинцев поддерживают запрет на въезд Юлии Самойловой, говорят социологи. Видимо, именно поэтому, чтобы не накалять ситуацию внутри страны, власти решили законодательных исключений для исполнительницы не делать. Россия, в свою очередь, пообещала бойкотировать этот конкурс, как бывало в советские времена. Тихон. Спасибо. Арсен Цымбалюк на прямой связи из Киева. В Москве на официальном уровне осудили решение Киева, как говорится в заявлении российского МИДа, цитирую, нынешние украинские власти в очередной раз подтвердили свой образ режима, зараженного русофобской паранойей и националистическими комплексами. Киев, видимо, не на шутку испугался хрупкой девушки. Тем самым он не только продемонстрировал свою политическую ущербность и слабость, но и подлинное отношение к так называемым европейским ценностям. На первом месте у него оказалась незабота о проведении на достойном уровне песенного, подчеркнем, песенного конкурса Евровидения, а желание превратить любое событие с участием Украины в политизированный антироссийский шабаш. Я напомню, конкурс Евровидения пройдет в мае. Будут ли российские каналы его транслировать, пока неизвестно. Что же касается Юлии Самойловой, то она поедет на Евровидение в следующем году, вне зависимости от того, где будет проводиться конкурс. Об этом заявили в руководстве первого канала, который и отбирает российских участников конкурса. Ну что ж, это все новости к этому часу. Итоги информационного дня в следующем выпуске новостей на РТВА и в 7 вечера по Нью-Йорку. Я, Тихон Зитко, на этом с вами прощаюсь. Далее в эфире. Особое мнение.